Сергей у нас работает меньше месяца. Его в компанию привела официантка, которая у нас уже работала. Пригласи друга и получишь бонус. Популярная в интернете схема нынче обрела второе дыхание в реальном постковидном мире. У Натальи Пановой сеть ресторанов по всему городу. С отменой последних ограничений люди стали приходить чаще, однако найти работников становится все сложнее. Для семи заведений предприниматель искала 50 человек. Официанты, повара, хосты, смойщики. По словам Натальи, еще со времен локдауна в сфере общепита сильно не хватает работников. И чтобы собрать полный комплект, в компании ввели бонусы. От увеличенной зарплаты до личного графика работы для каждого. Было так много людей, такой большой поток, что мы не искали этого официанта, которому не понравилось, не переводили его в другой проект. А сейчас он говорит, например, ой, у меня далеко есть. Я говорю, ничего, ничего, я что-нибудь еще придумаю, у нас есть еще другие направления. То есть сейчас мы, во-первых, отдельно разбираемся с каждым сотрудником, подробно с ним стажируемся. Мы выводим, очень подробно обучаем и создаем такой эмоциональный комфорт, эмоциональную уверенность. То есть больше вкладываем в сотрудника. Чаще всего официантами и хостес традиционно шли работать студенты. Однако устроиться в кафе на вечернюю смену на время учебы уже не в тренде, считают предприниматели и маркетологи. По их мнению, молодые люди давно нашли другую золотую жилу – интернет. Удаленная работа привлекает их больше. Да и некоторым компаниям для работы в соцсетях резко понадобились тиктокеры и сммщики. Кадры угодят из-за того, что люди видят вот эту кормушку, на которую можно заработать, в которую никакой ответственности не надо отнести. Они становятся коучами какими-то. Может, видеть в инстаграмах, заходишь в человека, и первая фраза сразу дает понять, с кем имеешь дело. Помогу тебе пробить твой финансовый потолок и так далее. Становятся сммщиками, становятся тиктокерами. Причем плохими сммщиками, плохими тиктокерами. По данным сервиса Headhunter, зарплаты в Красноярском общепите рекордно увеличились за время пандемии. А спрос на кандидатов вырос в два раза. По сухой статистике, официанты сейчас нужны так же, как строители и медики. Если максимальный конкурс на вакансию в этой сфере был в мае прошлого года, почти пять человек на одно предложение работы, то на август по Красноярскому краю соотношение было 0,9 кандидатов на вакансию. Это говорит о том, что работодатели испытывают серьезные сложности с закрытием вакансий. По сути, это направление сейчас одно из самых дефицитных, наряду с медиками, строителями и рабочим персоналом. Сильнее цифровизации в дефиците кадров виновата только пандемия, говорят эксперты. Несмотря на все меры предосторожности, люди не готовы рисковать здоровьем и лезть на рожон. Вдруг грянет новый локдаун, кафе закроется и работы не будет. С увеличением числа заболевших уменьшается число водителей и кондукторов в автобусах, а часть попросту все еще не может вернуться с родины. По словам председателя правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков Михаила Омышева, работать водителями молодежь тоже не рвется. К сожалению, в зависимости от пиковых ситуаций с заболеваниями, у нас волнообразный вот такой отток трудовых кадров на иногда двух, а иногда и месячный срок. На границах проблема стала еще с мигрантами, вы правильно сказали. У нас достаточно напряженная ситуация была. У них проблема, у нас у всех проблема, и у маниципалов, и у нас ближайших 5-7 лет. То есть естественный процесс вымывания, старения водительского состава происходит. И у нас вот эта вот красная линия, как модно сейчас говорить, да, она наступит через 4-5 лет. То есть когда у нас до у кого 10, у кого 20 процентов, у кого 30, уйдет на пенсию, ну то есть уже после 70 лет никто работает, конечно, водителям при таком ритме интенсивном не сможет. Красноярцы заметили, что кадровый голод уже привел к тому, что на некоторых городских маршрутах пропали кондукторы. Пассажирам предлагают оплатить проезд самостоятельно. Может, скоро и в кафе красноярцам придется самим подходить за своей тарелкой. Дмитрий Шкузин, Владимир Антонов, Новости ТВК.